Всё, поехали. Сейчас только чихну, походу. Я вроде ажургея уже отпустила. Периодически бывает наплыв такой. Как будто сейчас вот-вот бахнет. Всё вроде. Отпустила. Ну, на всякий случай, будь здоров. Зря ты это сделал, конечно. И Настя, будь здорова. Все не болейте, пожалуйста. Привет, друзья. С вами единственный в мире 84-й выпуск подкаста на краю вселенной. Мы вновь встретились за виртуальным столиком уютного бара на просторах игровой галактики, чтобы обсудить последние события из мира игр. Я Егор Феникс Бекей, и сегодня смазывать космические спутники ВДшкой со мной будут генерал Серхио Бороукин. Хер, вышептешь, конечно. Здорово, Серёга, Серхио, Орландо. Йо, дамы и господа. А также Настя, Worldologist Limited Edition. Это я. Всем привет. Да, думаю, коллекционное издание, ну... Ограниченное в одном экземпляре. Да, да, ограниченное. В итоге логичнее. Ну что, ребята, вышла, короче, у нас недавно крутая игра от Miyazaki, от From Software. Ну, там не совсем от Miyazaki, он там, короче, много рук приложил, но в целом там бывший гид-дизайнер... Сам не приложился, да? Да, бывший гейм-дизайнер Секеро, главный, вернее, ведущий гейм-дизайнер тоже, он там больше, скажем так, усилий приложил в целом. Ну, получилась неплохо, хорошая игра. Называется она Armored Core 6. И уже не совсем недавно. Ну как? Ну, это вот проблема возраста, наверное. Ну, когда выпуск будет, это уже сколько? Короче, с давным-давно. Вышла Armored Core 6, про которую мы не говорили, а сегодня мы поговорим про неё, потому что мы всегда, все люди, хотим себя почувствовать такими крутыми в игре, а как-то получить какой-то невероятный игровой опыт. И вот я не знаю, как передать нормально ощущение от работы меха. Ну, возможно, помните, такие девайсы были, которые надевают на тело, как эти, вибро-прилеты, вот эти всякие. Да, мы помним такое. Вот, да, вот такие всякие девайсы, они были в целом крутые, ну, интересный же опыт, да, они дарили. Но тут люди пошли дальше. Замечательный портал под названием Batplug.io. Уже по названию понятно, чем они занимаются. Вот, они разработали шикарную вещь, они разработали вибропробку, которая вставляется в организм человека, в вполне конкретную часть организма человека, которая передаёт виброощущение, ну, как виброощущение, вибрации, правда. Виброощущение. Ну, блин, я просто не знаю, как деликатнее ещё объяснить. Короче, она вибрирует, когда ты играешь в Armored Core 6. Оно не называется случайно DualSense. Что, NLSense? Нет? Так ты сказал? Почти, да. Да, да, да. Да, ну, в общем, вставляете это в организм, запускаете Armored Core 6. Вот витуберы уже есть, которые уже стримят это, да. Витуберы? Да, витуберы уже стримят это. А как доказательство где? А там, знаешь, там по попаданиям, по роботу слышно, что, да, что-то происходит. Происходит очень серьёзно всё. Просто у меня, они издают там такие звуки, вот примерно, знаете, как любое аниме смотришь, вот там девочки, в принципе, нормально не разговаривают. Они всегда там что-нибудь подхрипывают, подхлипывают там что-то. Но не в любом. Ну, во многих. Ну, по крайней мере, вот знаешь, типа, ах, вот это вот. Ну, там женский какой-то вариант. Это когда там, не знаю, превозмогание, когда ты сидишь там в мехе здоровом. Вот теперь это ощущается максимально. Вот. И чувствую, что человек страдает. Ну, то есть, как? Он страдает в игре, а в жизни, в принципе, он доволен геймплеем. Ему всё классно. Естественно, это не штука, которая продаётся просто в магазине. То есть, это... Жаль. Нельзя прийти в МВидео, да, и купить такую штуку. Да, то есть, если ты придёшь в МВидео, в целом тебе скажут, наверное, что они сейчас что-нибудь другое тебе вставят в организм, если ты можешь задавать такие вопросы. Это приложение. Это приложение, которое, видимо, как-то завязано вот эти специальные замечательные пробочки, которые вставляются в организм. И ты устанавливаешь и настраиваешь это всё. Естественно, доступно это только православным геймерам, которые играют на ПК. Консольщики всё мимо. Ищите там свои виброжилеты, там ещё какие-то штуки. Как обычно, NextGen только на ПК. Да, NextGen это новый уровень погружения, только на ПК. Я не знаю, сколько это стоит, возможно, это 10К гейминг. Возможно, можно сделать какой-то лайт-вариант через Алиэкспресс. Мы настолько в тему не погружались, сразу скажу. Но на Алиэкспрессе не только такое есть. Мы кросс-обзор писали без этого, хотя по оценкам можно понять, что кто-то может быть пользовался каким-то девайсами, не знаю. Короче, интересный вариант. Я, конечно, так играть не буду. Это вообще не моё. Мне хватает геймпада, если что. Серёжа! Сергей! Я запикаю, я запикаю. Короче, дальше только с гироскопом что-то, чтобы тазом крутить. Это мне нравится. Я как раз подумал про тебя. Вот, в общем-то, всё, что я хотел рассказать про новую игру Миньедзаки. Всё, что вам нужно знать. Вообще практически не связано было с игрой. Это нет. Конечно, это не связано с игрой. Это просто новые технологии. Они приходят в наш дом. Просто, вы знаете, это же можно много где внедрить. То есть, в настольной игре такого ты удовольствия не получишь. Ну, почему? Я помню видео, где... Ну, это вообще-то она никак с игрой не связана. Где девушки книги читают со всякими приспособлениями. Вот так, да? Послушайте, а Сергей-то у нас 7. Он, оказывается, много что знает. Серёжа, а мы можем организовать стрим, где ты читаешь книгу? Нет. Я в Армальд Куршесе, кстати, стримил, но без девайсов. Это, видимо, моё ощущение, правда? Ну, теперь я тоже думаю, что может быть жаль, но нет. Всё-таки нет. Нет. А дальше, дальше у нас Настя. Примерно со связанной темой, но про Юнити. Потому что там тоже кое-что вот со вставлением, скажем так, связано с полной. Да, там жесть. Там просто жесть. Давай, Настя. Юнити решили, что холодает, мало тепла. Да, мы не про Assassin's Creed, если чё. Да. Кто-то вдруг подумает. Вот, что мало тепла в мире, надо исправить ситуацию и решили устроить. Слишком спокойно живём, надо устроить весёлую ситуацию в игровой индустрии. И в итоге на прошлой неделе руководители Юнити объявили, что с 1 января 2024 года меняется система подписок. В общем, как и до этого было, ну как на данный момент, ещё так, извините, не вступили. Получается, есть у Юнити, чтобы пользоваться их движком, есть несколько разных вариантов подписок. В том числе, там, и совсем-совсем простенькие, чуть ли не бесплатные, как раз для совсем маленьких инди-разработчиков. Насколько я помню, там даже бесплатные есть, но там всё на количество скачиваний. Там, даже бесплатно, да, я говорю, что там получается, но там, например, будут видны, то есть не убираются, там будут, когда игра запускается, видны там какие-то анимации, связанные с Юнити, в общем, чтобы все видели, что эта игра сделана на движке Юнити, то есть там будут значки висеть, то есть есть разные варианты подписок. Да, но ты всегда можешь сделать игру на самой бесплатной подписке, а потом купить максимальную и всё переделать быстро. Да, вот, то есть есть варианты, то есть можно себя попробовать, по крайней мере, да, там куча, да, тех же Steam хорроров и прочего клепается как раз-таки на вот этих бесплатных Юнити, чтобы... В основном мобилки тоже. Да, и мобилки Юнити, и, в общем, жили-не тужили, то есть понятно, что там разные варианты, там профессиональные крупные игровые компании покупали всякие Юнити Про, Юнити Энтерпрайз, вот, и так далее и тому подобное. То есть, в общем, покупали разные дорогие варианты подписок, чтобы были соответствующие плюшки за это. Но посидели-посидели в руководстве и решили, нет, ну что-то, знаете, вот все вокруг, да, платят за подписки, выпускают игры, ну, посмотрите, да, там сколько игр на этом Юнити выпускаются, да, там, и геншины, и геншины, там очень, ну, то есть почти все, да, мобильные игры делаются на Юнити, и много инди-игр. Удобство в том, что кроссплатформенный движок, там все очень легко переносить. Даже среди инди, то есть, Cuphead, Hollow Knight, недавний Citizen Sleeper, Outer Wilds, Fall Guys, это тоже все делалось на Юнити. И туник, ну, да, игра про лисичку тоже. То есть, это все делалось на Юнити, то есть, это такой популярный движок, который разработчики используют вовсю. И вот решили, посидели-посидели, решили, а чего это все вокруг вот делают игры, зарабатывают, а мы вот сидим такие бедные, без денег. Да, это, деньги заканчиваются, слезки подтирать, того, как грустно. И решили поменять систему подписок. То есть, как и прежде, вы должны, если, конечно, вы не просто одиночка, который делает хорроры на коленке, то есть, вы должны, как и прежде, покупать эти самые подписки, то есть, разные пакеты подписок. Но при этом, теперь в зависимости от пакета подписок, вы должны платить ежемесячную комиссию. А мне кажется, что как раз должны платить те, кто хорроры на коленке делает. Нафиг это платить, блин. Вот. И чтобы понимали размер трагедии, то есть, получается, такие попроще подписки. То есть, комиссия будет затрагивать игры, которые заработали от 200 тысяч долларов за последний год, а также у них было не менее 200 тысяч загрузок. У покрупнее это, которые заработали миллион долларов за последний год, а также получили, соответственно, не менее миллион, ну, то есть, их было не менее миллиона загрузок. И, то есть, получается, то есть, конечно, цифры на вид сначала кажутся довольно крупными. То есть попробуй 200 тысяч долларов за год и 200 тысяч загрузок еще получить. Но если разобраться, то по факту не так-то это и много. То есть недавний Sea of Stars, они как раз рассказывали, что это игра Sea of Stars от создателей The Messenger. То есть это такой как раз-таки инди-разработчик, но именитый вот Саботаж Студио, то есть который не супермаленькая компания, а вот как раз вот с хорошими показателями продаж. То есть и при том, что они и в PlayStation Plus игру бесплатно дали, и в Xbox Game Pass, но при этом за первую неделю, за первую неделю только они продали более 250 тысяч копий. Хотя они сами удивились успеху. То есть даже если бы их игра стоила доллар, они бы уже за первую неделю бы сделали 250 тысяч долларов. То есть скажем так, у таких вот разработчиков эти цифры перевалить не так уж и сложно. Их не перевалят, только, я же говорю, совсем вот люди, которые делают поделки в Steam. То есть совсем-совсем небольшие люди, которые в основном экспериментируют, что-то пробуют, только осваиваются. То есть все более-менее именитые разработчики, они все равно этот порог легко преодолеют, то есть без каких-то прям гигантских и особых усилий. И как это будет ежемесячная комиссия взиматься? То есть эта комиссия будет рассчитываться по количеству загрузок. То есть Unity будет, компания, которая разрабатывает Unity, она будет смотреть, сколько за месяц была загружена игра. И будет взиматься за каждую там загрузку. Вот это вот. Там, ну, будет два. В зависимости тоже от пакета подписок. Там, от, грубо говоря, 15. Там, ну, в общем, по-разному там будет рассчитываться. Грубо говоря, по палате, там, от 20 центов. Но если, да, считай, что загрузки довольно... То есть, казалось бы, тоже, да, ну, казалось бы, одна загрузка 20 центов, это не так, чтобы страшно. Но когда начали... Они же сначала вот это вот заявление сделали и ушли в закат. Потом, естественно, все начали их расспрашивать, задавать вопросы, как это будет работать. И они тогда выпустили фокушечку обновленную, куда включили вот эти вопросы, информацию. Да, это фокапчик. Вот. И получается, что будет считаться каждая загрузка. То есть, если человек загрузил игру, потом по каким-то причинам, там, не хватает места на устройстве, еще что-нибудь удалил, а потом еще раз ее загрузил, то есть, дополнительной покупки не было, это будет считаться за загрузку. То есть, неважно, человек может вот так вот туда-сюда угрожать, загружать, удалять, и это все будет считаться за загрузки. Потом, например, у них было указано, что демо-версии, бета-версии, ранние доступы тоже считаются за полноценную игру. Это тоже будет включаться в расчеты их ежемесячных комиссий. То есть, это полный, на самом деле, ужас, потому что, и при этом, при этом, когда спросили, а как вы будете именно определять количество загрузок, они этой информации не поделили. Сказали, что у них есть множество ресурсов, с помощью которых они могут отслеживать количество загрузок у игры. То есть, по сути, это жуткая комиссия, которая... И это будет распространяться, мало того, что комиссия сама по себе грабительская, она еще будет распространяться на уже вышедшие игры. То есть, всякие капхеды, Hollow Knight и прочее. То есть, игры, которые выходили на этом движке, их разработчики будут должны платить комиссии. То есть, неважно. А как их в суд сейчас потащит кто-нибудь? А люди уже, да, сказали, что есть основания для суда. То есть, во-первых, есть основания для суда, насколько я понимаю, потому что это вынесение изменений для уже... То есть, грубо говоря, люди покупали подписки, это уже действующее соглашение, а вы, грубо говоря, задним числом пытаетесь внести изменения. То есть, ладно бы только к новым играм, но, насколько я понимаю, это будет распространяться и на уже довольно популярные действующие проекты. И, во-первых, суды. Во-вторых, многие разработчики уже сказали, что они отказываются от Unity. То есть, там 16 студий, создающих мобильные игры, уже отказались от решения Unity для монетизации в своих играх и призывают других отказываться. Там сотрудники самих Unity не согласны с решением, увольняются из компании. Там, например, авторы уже инди начали говорить, что если они не передумают и ведут такую подписку, они просто снимут игру с продажи, что они не собираются поощрять такие решения, такие подписки, такие виды монетизации. И, например, там автор-антиплатформера Луна Стайс уже сказал, что он просто уберет игру с продажи. Даже авторы Slay the Spire, которые обычно никаких не делают огласок, то есть, они там редко какие-то делают заявления, они сказали, что, в отличие от предыдущего проекта, они новую игру разрабатывали на Unity, но, видя такую ситуацию, сказали, эй, ладно, перенесем на другой движок, что поделать, потому что они не собираются поддерживать подобные решения руководства, то есть, они с ним не согласны. То есть, там очень многие разработчики, и это правильно, то есть, я, кстати, когда только увидела, ну, эти заявления Unity, я еще подумала, ну, нет, ну, не спустят же вот так вот спустя рукава. То есть, я искренне понадеялась, что кто-то там, где-то какие-то будут, может, не суды, но хотя бы люди начнут бойкотировать. И на самом деле, ну, то есть, мне отчасти радостно, что люди просто не приняли это и защищают свои права, потому что, ну, это абсолютно неправильно, то есть... Козлы, блин. Ну, то есть, это ужасное решение, которое это приняло руководство. И самое смешное, кстати, покопавшись немножко, я узнала, что генеральным директором на компании, которая занимается Unity, является Джон Ричителло. Я уверена, что многим это имя просто так ничего не говорит. Если что, этот, Даша, когда начала копаться, оказалось, что Джон Ричителло, это был бывший, тоже исполнительный директор компании Electronic Arts. Например, во второй раз он был с 2007 по 2014 год. Именно тогда Electronic Arts два года подряд получала звание худшей компании Америки. Именно когда он там принимал ужасные решения по монетизации. То есть, этот человек уже в Electronic Arts наделал делов, и теперь он продолжает принимать просто великолепные решения, будучи генеральным директором от Unity. Гнать его в зашей. То есть, Technologist, вот как это компания, Unity Software, в общем, как-то так эта компания называется. В общем, да, то есть, потрясающий человек, принимает по-прежнему, столько лет прошло, уже с десяток почти, а он по-прежнему принимает потрясающие решения. Вот. В общем, да, вот такие, к сожалению, пироги, не самые веселые. А, кстати, забавно, что сегодня-сегодня, вот как раз утром, когда мы записывали подкаст, компания выпустила серию твитов, я бы сказала, в твиттере, но теперь это x.com. И это даже не твиты, а просто посты теперь. Иксы. Да, это просто, да, иксы, посты. И, в общем, они на платформе x выпустили несколько постов, где они сказали, что они все-таки услышали все это негодование, и они извиняются за конфуз, за вот эту всю ситуацию, и они вот через пару дней опубликуют какое-то новое заявление касательно подписок. Я вот, честно, на момент записи, чтобы вы просто понимали, мы не знаем, что они там наанонсируют. Спалили дату записи подкаста. Это хобби просто. Сообщение такое, нам похер. Да, то есть, непонятно, откажутся, не откажутся, то, что они, то есть, мне кажется, если бы они отказались, они бы так и написали, но, видимо, они просто циферки просто немножко переделают. Да, 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 да. Сто пудово. Я не думаю, что они будут отказываться, особенно после того, как у них, как в таких ситуациях бывают, и, насколько я поняла, и обвал акций у них произошел, и пятое, и десятое. Да, там вообще угрозы смерти поступали. Да, я забыла сказать, что у них там, даже они два офиса временно закрывали, у них поступали угрозы смерти, то есть, ситуация, конечно, такая вообще. Мем смешной, ситуация страшная. Да, да, да. И я сомневаюсь, что после всего этого они просто возьмут и отменят решение, после того, как они уже свои акции успели продать, до того, как это все анонсировали, после всего этого. Мне кажется, они просто циферки слегка перекрутят, сделают повыше ставочки, и на этом все. Ну, посмотрим. Вот там даже по заявлению так видно. Они пишут, мы слушаем, разговариваем с членами нашей команды, с обществом, клиентами и партнерами, и будем вносить изменения в политику. Звучит это все максимально фальшиво, натянуто, и серьезно, я не верю, что они там откажутся, они, скорее всего, просто что-то слегка изменят, подкорректируют, и на этом все. Переведу на человеческий язык. Эй, вы там, осадите, да? Как-то так, я это вижу. Да, просто по идее, по идее, я же говорю, я не садилась, не считала, не калькулировала, и сразу говорю, я там непрофессиональный финансовый аналитик в сфере Unity, загрузок и вот этого всего. Но просто с таким подходом, по идее, разработчикам будет намного проще уже покупать более дорогие другие игровые движки, чем даже сидеть на Unity. Потому что, по сути, это смерть, это смерть движка. Он же был, типа, самым доступным. Да, самым доступным, и теперь, когда они ввели такую политику, я тоже думаю, что это уже смерть движка будет, потому что многие отказываются, многие перейдут, им реально будет, вместо того, чтобы получать каждый месяц счета гигантские за то, что там люди туда-сюда игру устанавливают, удаляют, им будет просто проще купить более дорогие движки и сидеть спокойно. Вот более доступный у меня ассоциируется с женщинами легкого поведения. Я не сомневался в тебе. Да, я тоже не сомневался. Поэтому он был такой дешевой представительницей древнейших профессий, а теперь элитной эскортницей. Вообще, неуместно сравнение. Я подвожу это к тому, что теперь его называть шалюха. Директора, директора. Именно в этот момент решила водички попить. Ну, вот так вот я, да. Грубо, но вот я вот так вижу. Я художник. Аналитика 80-го уровня только на наших подкастах. О да, детка, о да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что, главный эксклюзив твоего друга? Вообще-то. Я же сказал, уже не друзья, все. А вот так ты друзей меняешь. Позорище. Короче. А Филоспенсер на тебя возлагал надежды. Да. Короче, твой бывший друг, твой бывший друг, надел говна, прям, скажем, со своим другим другом новым. У него там новый друг. Тот, он там Говард, все знают, Скайрим, вот это все. Короче, надел он там говна, давай, давай. Ты знаешь, что сейчас будет. Да, вот про вот это вот все. А почему говно-то? Ну, что ты сейчас нам расскажешь. Ладно, ладно. Как мы все знаем, беседка любит вот не делать по-нормальному, а применять всякие костыли, вот это вот все, экономить на своем процессе разработки. Хотя не знаю насчет экономии, возможно, просто им нравится применять вот такие всякие интересные обходы. Ты так старательно избегаешь фразы делать одну игру много раз. Да нет, я ж не про это. Например, вот вспомните Скорим. Вы же знаете историю, что там практически, ну, многие столы, это на самом деле не столы, а утопленные под текстуру пола шкафы. Там просто верхняя часть шкафа. торфит. Ну, теперь точно знаем. Они так совсем поступают практически в свои игры. А может, у них дома такая фигня. Тот Говард покупает шкаф, херак пилой, и все. И два стола, удобно. Смотри, жена, новый стол. Опять наркоман. Очень удобно. Опять Скайрим свой переиграл. Так вот, в Скайриме, также в том же самом Скайриме, у них инвентарь торговцев был реализован также через костыли. Там за текстурами были спрятаны сундуки, в которых как раз хранилось вот это вот все, что продавали торговцы. То есть, вместо того, чтобы просто эти вещи не показывать игроку, скрыть их нафиг, они их спрятали в сундуки, которые скрыли за текстурами. При этом к этим сундукам при помощи всяких чутов можно было подобраться и просто забрать все у этого торговца. И без штрафа на ограбление. Ну, конечно, это не было ограблением. Ты просто открыл сундучок. Ты не мог попасть в этот сундук. Да. И вот в Старфилде они не стали изменять своим традициям и сделали подобную реализацию торговцев. Они также, казалось бы, 23-й год на дворе. Они все товары торговцев спрятали в сундуки, а сундуки спрятали за текстурой. Идеально. При этом такая штука работает не только с сундуками, там еще можно есть прилавки, вот, и из них под определенным углом можно было тырить все вещи. Никак разработчиками вообще не предполагалось, что так можно вообще делать. но сейчас о сундуках. Вообще, если как-то использовать какие-то баги, даже нечистые, то можно было провалиться в какие-то текстуры и добираться до этих сундуков даже в Старфилде. И там всякие блогеры показывали, как это можно сделать, каким образом можно подбираться к этим скрытым предметам. Но даже без использования каких-либо багов в Старфилде оказалось место, спрятанное в луже, через которое можно подобраться к этому сундуку. Там просто грязище какая-то. Я не знаю, как это вообще обнаружили, но ты подходишь, смотришь на эту грязищу, которая находится прямо вот рядом с магазинчиком. Никаких багов, ничего. Ты подходишь к луже, садишься рядом с ней, наводишь на эту лужу прицел и все. И ты можешь попасть в этот сундук, который дофига добра. Буквально в луже просто. Из лужи дофига луто достаем. Мне интересно, как вообще сам торгуется, если бы у него было какое-то вот сознание свое, которое отреагировало. Может, это какой-то там тайный телепортер спрятанный, что-то. Да, нет, там сундук. Да что ж такое? Я так поняла, они эти сундуки сделали, чтобы ты не мог у самого торговца выкрасть, чтобы не давать инвентарь торговцу, чтобы ты не мог облапорить NPC и выкрасть из его карманов. Ну, сундуки-то, кажется, еще проще таким образом достать. Да, это что за карманы такие должны быть, что там дофига оружия, патронов. Хорошие карманы. А нельзя было как-то просто поглубже там спрятать? Нет. Можно. Но они не стали. А нельзя было реализовать по-другому хотя бы? А можно было типа ввысь спрятать и просто сделать объект невидимым? Вот именно. Сделать невидимым и без коллизий, без всего, чтобы игрок с ним не мог вообще никак взаимодействовать. Я не знаю, зачем вот такие сложности, такие костыли. Ну, слушай, так-то получается быстро. То есть, вот эти объекты привязал туда инвентарь и просто его типа убрал. Тебе ничего вообще прописывать не надо. А там уже как бы люди пошли. Это примерно как вот со шкафами, которые стоят. Это оптимизация рабочего процесса. Нифига оптимизация. Вообще, обычно из-за таких костылей всегда проблемы потом всякие вылазят. Ну, со шкафами, конечно, понятно, там вряд ли какие-то проблемы будут, потому что это чисто визуал. Тут я смотрю, никто не плачет. Ну, типа халявка. Тоже прикольно, да. Это ломает, конечно, ощущение и погружение. Ну, можно представить, что это просто тайник в луже. Знаете, как в детстве делали тайники под землей. Да, да, да. Сразу вспоминаю, как киберпанк у меня один раз забаговал и выполнял какую-то там локацию, типа, небольшую надо было зачистить по-тихому. И одного чувака я убивал, и я не помню, какое действие я совершал после его убийства. То ли выкидывал автомат, то ли что? Короче, он мне дублировался. То есть, я его выкидывал бесконечно. И я даже, по-моему, в Твиттер выкладывал просто крыша заваленная одинаковыми автоматами, которые просто генерились непрерывно. На дюбал, получается, автомат. На дюбал, да. Ну, там как бы игра, в которую дешевых автоматов в полный инвентарь можно набить. Это, конечно, не про киберпанк. Это трэш. Блин, я сразу вспоминаю сталкера, там, где берешь труп, а в него складываешь дофига всякого шматя и тащишь к торговцу на трупе, потому что труп бесконечно можно нагрузить и таскать с собой, а у тебя ограничено это количество веса переносимого. Нифига, ты читак. Это не читы. Это it's official. Да, это хитрость. Это типа человек-повозка. Я и сам своего рода повозка такой. Я помню, я даже помню какой-то бедный труп бандита, который тянется за тобой до самого Сидоровича. И вот ты еще смотришь, а у него глаза открыты, и он с порицанием на тебя смотрит. Он еще перед этим, перед тем, как умереть, он лежал раненый и такой пацаны! А тело обтячку. А тело все в маслинах. Так это, получается, банка маслин была. Так, остановите меня, пока это страшно начался. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok какая-то одна. Не сказать, что она суперпопулярная. Ну, хоть что-то. Ну да. Оказывается, что в Индии все еще круче. Индийский киберспорт проставит на своем пике, на своем безумии. Потому что там проводится такой невероятный ивент, как Battlegrounds Mobile India Series. И вот это PUBG Mobile. Да. В 2023 году тоже был особый ивент, который стал просто, ну прям хитом, просто шедевром имел невероятную популярность. Я не представляю, сколько там было команд вообще в целом принимало участие. Но 185 из них исключили за различные нарушения. При этом 32 коллектива вообще перманентный бан получили. Они больше вообще в принципе не могут играть в турниры. А что? А почему? Они там с грязными носками пришли или что? Или в Крокс? Да. То есть у индусов есть социальная реклама, чтобы они не какали на улицах. Я мог, конечно, с этим вязать. Но нет. Нет. А все гораздо прозаичнее. Чуваки такие решили, что раз это ивент, раз это такой турнир, то значит, ну, все средства хороши. Поэтому там начались читы, эмуляторы с ПК, подвены аккаунтов и т.д. и т.п. Короче, представляете, вот я, ни в одном, мне вообще нигде не укладывается в голове, ни в какой моей. Ни одной из. Да. Ни в одном уголке мозга не укладывается, чтобы чуваки приходили на какой-нибудь турнир по файтингу, да, и начинали прописывать читы там, условно. Вот. Ну, я думаю, Слушай, были случаи, только не по файтингам, там, по шутанам, но были, да, ловили на читах. Ну, вот это нехорошо, это грустно. Конечно, но смотри, если человек имеет какие-то способности к киберспорту, то он вряд ли станет настолько рисковать, чтобы спылиться с читами, потому что это читай все, это конец карьеры, тебя уже, тебя везде забанят, тебя никуда не пригласят больше. Ну да, денег никаких ты уже не заработаешь. И ты понимаешь, вот эта вся сцена киберспортивная на каком-то высоком уровне, там сумасшедшие деньги. Конечно. А Battlegrounds Mobile India Series 2023, это там сумасшедший призовой фонд, 20 миллионов рупий, 20 миллионов рупий, звучит-то как, а по факту это 242 тысячи долларов. Да. Что в целом-то по факту тоже не так много. Ну, тоже неплохо, да. Ну, ну, прямо объективно после какого-нибудь, я не знаю, там, за International, ну, это копейки. Слушай, ну, судя по тому, что там вообще, типа, легко было попасть, ну, я не представляю, сколько команд, 185 забанить, кто вообще играл, кажется, да, если столько забанили. Ну, просто обычно, обычно не допускают, обычно просто жесткий отбор перед, вот, самим чемпионатом, они удаляют потом тех, кто, типа, зарегистрировался. Какой-то странный подход. Ну, я не знаю, сколько там, а, 512 коллективов, вот я нашел информацию. Хига себе. Да, то есть, вот 185 забанили, 512 осталось, и они аж с 31 августа по 14 октября все будут меситься в Индии, но в Индии, в принципе, много народу, начнем с того, что там густонаселенная страна, вот, а гранд-финал три дня будет идти, с 12 по 14 октября, то есть, они еще не закончили играть, вот, из этих 242 тысяч бакинских рублей, рупьев, им, вернее, из 200 миллионов, 20 миллионов рупьев, чемпионам достанется 7 с половиной, то есть, это где-то 90 тысяч долларов, вообще, в целом, немного, прям объективно, немного для киберспорта, такого прям, супер громкого, мощного, тем более PUBG, ну, PUBG, это же прям вообще тоже, нечто сумасшедшее, огромное, но это, видимо, потому, что чисто индийская какая-то движуха. Я помню еще была история с какой-то индийской командой по CSGO, у них только начинала развиваться вся эта движуха с киберспортом, и там была одна прям подающая надежды команда индийская, которая, типа, могла хорошо на мировом уровне играть, и в итоге эту команду подвел всего лишь один человек, который играл с читами, их после этого больше никуда не звали, я так понял. А команда как называлась? RRR? Рядом ревет революция? Я не помню, как она называлась, я помню, что индийская точно была. А они, вот мне интересно, они танцуют в процессе? Было бы интересно, конечно, это посмотреть. Это какие не вент, какой сумасшедший просто вообще. То есть, вы знаете, как регби там, когда проводят соревнования по регби, они там вначале у них есть эти танцы такие, типа, мотивирующие, специальные, особые, традиционные, скажем так. То есть, вот эти мужики здоровенные, которые потом чуть ли не лица друг к другу бьют, бегают за мечом, они там сначала пляски у них там по локтям, стучат по коленям там. Вот. А тут, тут, тут вот такая своя бы традиция была. И такие все изрисованные мехенди начинают плясать. Классно же, классно. Вот. Ну, после индийской еды, в принципе, можно потанцевать, не отбежать до туалета. Вот. Короче, мы понимаем, что индийский киберспорт на подъеме, примерно так же, как и русский, собственно. Да вообще, насколько я знаю, сейчас, типа, у них очень быстро все развивается. Ну да, с таким количеством команд, с таким количеством отсеиваний. Да, это же не про киберспорт, а вообще, в принципе, про экономику, про все остальное. Там вроде у них все на подъеме. Ну, это классно. Будем завидовать. Вот. Рады за их свифт. Да, только не играйте с читами и переходите, пожалуйста, на соревнования с чистыми носками. Я не знаю, почему я к носкам прицепился. я сам это придумал. Сережа, что за говно? А какие там все еще причины были? Вот помимо читов и то, что играют на эмуляторах? Я думаю, что на эмуляторах вообще в принципе нельзя играть в мобильную игру на игру. На игру ивентах. Ну, это, мне кажется, самая основная причина. И читы. Ну, а какие еще причины нужны? Подмены аккаунтов написаны и другие нарушения. Другие нарушения не знаю, какие. Что они там могли подключать и что делать. А подмены аккаунтов, блин, может быть, это, знаешь, пришел какой-нибудь человек такой не очень опытный, подключил аккаунт другого типа и играет какой-то крутой чел за него, допустим. Я не знаю, что это такое. Я думала, что в таком духе, да, когда человек не на своем аккаунте сидел. Но вообще, например, в той же Warzone, когда проходили соревнования, там это было из-за того, что игрались часто киллрейсы. То есть, ты заходишь в обычное лобби, не предназначенное вот прям для киберспорта, ты просто заходишь со своей командой в обычное лобби и убиваешь как можно больше этих игроков. и за это получаешь очки. Там за первое место, там за топ-1 ты получаешь определенное количество очков плюс за киллы. И это делалось подменой аккаунтов, там типа новые аккаунты люди создавали или реверс-бустили из-за работы с БММа. Из-за того, что если у тебя плохая статистика на аккаунте, тебе просто начинает проще соперников подбирать. И вот за это в Warzone банили. А если там у них соревнования такое, я так понимаю, закрытое. Даже с гильдяйской я смотрю. Хотя вполне возможно у них там тоже все это в открытых матчах происходит просто в матчмейкинге. Может. Я вот слушаю, с ребенком разговаривал, он смотрит всякие стендов и там чемпионаты. Он говорит, что можно якобы с эмулятора играть. Мне кажется, это странно. Может типа оно подбирает тогда с эмуляторами людей просто в пачку в одну и они там сами между собой уже как-то. Ну просто это странно, не может же быть такого, что люди на мышах и на этих играют вместе. Слушай, ну вообще на гироскопе можно играть так же, как на ушке. Ну я понимаю, ну не знаю, как-то. Ну понятно, понятно, да, что у клавомышей в любом случае преимущество. Я тоже видел, что людей, которые там, не знаю, строятся в Fortnite на геймпаде, ну так же быстро, как на клавиатуре, такое тоже есть. Ну просто там прикол в чем? Я так понимаю, что там есть iM-ассист в стенд-оффе, вот этих всех мобильных шатунах, и ты, когда играешь через эмулятор, ты же эмулируешь, получается, тут эти касания экрана, и ты, получается, играешь на клаву мыши плюс с ассистом. Такое, конечно, читерство, да. С ассистом. С ассистом, да. Именно так. Не мы с ассистом. Ну да, любопытная штука получается. Окей, ладушки, тогда все будем заканчивать. И закончим мы, как обычно, на нашей замечательной, прекрасной ноте, когда мы говорим слова благодарности тем людям, благодаря которым подкаст продолжает появляться. Эти люди, Сергио, Атакован 1326, Витя Фуцкер, Жека Герасименко, Ориджинал, Лена Фишек, какой-то рандом с Риги, Максим, и пока других Максимов нет, Твей Трусы в Крапинку, Мульт, Мистер Фикс, Люсев 91, Икс Волл, и да можно не обращаться в выпусках. Ну и... Ригато. Ригато. Как больно. Нет, Ригато, конечно. Я просто хотел сказать, что к этому списку можно добавить еще трех людей, благодаря которым в выпуске продолжает появляться. Это, конечно же, мы. Да, вот. Ну, собственно, все. Поэтому спасибо, да, ребята. Теперь мы постараемся побольше выпускать материальчиков, потому что у нас теперь больше, скажем так, мотивации появилось после некоторых событий. Вот. Так что как-то так. Ладно. Не будем углубляться. Всем спасибо. Всем до свидания. С вами были я, Игорь Фенингс-Пикей, Повелитель Голубей. И сегодня смазывали космические спутники ВДшкой со мной генерал Серхио... Смотри, это невозможно выговорить. Так ты Серхио бери просто Баролкина. Нет, нет, нет. Генерал Серхио Баролкин. Да, это я был. Бывший Серхио Орландо. Почему бывший? Орландо остался. Орландо! Барлейдер бывший. Он тоже. Это да. Да. И у него есть сестра Натаха. Брат Слава. Вот. А также Настя Волтологис Лимитед Эдишн. Такую версию вы нигде не купите. Да, такая только у нас. Это точно. Это я. Да. Все. Поэтому как бы до свидания. Вот. И все. Пока. Всем пока-пока. Пока, кушки. Честно. Какие мы молодцы. на жизнь. Это мой грязный прием. Такая честная. Субтитры создавал DimaTorzok